Продолжение следует... 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 День отмечается. Юрий, отвечай. Да, прошу. Как? День. А еще какие варианты были? Мы были в ряде академик, маэстро, маэстро, мы решили, что слово «джиниус» близко к слову… Нет, латинское слово. Я вам подсказал, что древнегреческая трагедия, но слово должно быть. Внимание, правильный ответ. Руководителя хора в древнегреческой трагедии называли «корифей». Мы были рядом, где-то обсуждали. Гений, мэтр, но вот самое греческое слово «корифей» вы на него не вышли, чуть ли не нашли. Да нет. Да. Друзья, «припять» что-то какое-то уже… Выгрожающее. Да, выгрожающее, но потеряйтесь. Есть еще вопросы несложные, но волчок что-то в этом сезоне не благоволит. Девятый раунд. Да. Тринадцатый сектор играет вопросы нашего друга Владимира. Вопросы нелегкие. Здесь надо вам проявить смекалку и догадаться. Этот вопрос не на знании. Вот я вам передаю вот такие вот нотки. Неважно, как они называются, и неважно для какого состава музыкантов они написаны. Могли быть ноты скрипичные, и фортепианные, и для оркестра. В данном случае неважно ни название, ни содержание. А теперь внимание и вопрос. Не смотрите на название еще раз. Это неважно. Я могу положить любое значение. Вопрос на смекалку. Что вам надо сделать с этими нотами, чтобы выиграть очко, а ведущий не мог бы к вам придраться? Время. Убираем на галлюзию. Секрет. Секрет. Убираем. Три, человек, убираем. Попробуем. Задавайте, пожалуйста. В ценность. Убираем еще раз. Вопрос на задание. Мы просим помощь залу. Так, есть смекалистые, но у вас там тоже правильные варианты были. Зал, прошу, 20 минут. Так, ну, прошу, тут важно, кто ответил. Так, тишина, счет 3-5, тишина. Ну, отвечай. Мы считаем, что надо вручить эти ноты. Нет, вы должны сделать, не вручать никому. Да, что вы должны сделать? Мы должны выучить эти ноты наизусть так, чтобы их спеть. Внимание, правильный ответ. Владимир написал такой ответ. Все вопросы к нему. Ответ следующий. Сыграть как по нотам. 4-5. Вы сказали, что я по этим нотам. Человек к Владимиру. 10-й ранг. Внимание! В ансамбле старинных ударных инструментов из дерева на первое место следует поставить ложки. Там же, в ансамбле, можно было увидеть и плоский деревянный брусок на ручке, одна сторона которого имела частые и глубокие поперечные насечения. Однако этот предмет, строго говоря, не был только музыкальным инструментом, а занимал довольно важную роль в домашнем хозяйстве. Внимание! Вы готовы отвечать? Нет, мы готовы отвечать. Внимание, вопрос! Что мы сейчас используем вместо него? Нет, послушайте, послушайте, что это только скрипт, это уцик, мы были в Ярославле, в Ярославле музыкальных инструментов, это уцик, обзыводача, и не стирать на машину. И они вот так вот расплаживали, просто сейчас, в работе, не стирать на машину. А, не стирать на машину, а не стирать на машину. Вы готовы отвечать? Да, отвечайте. Я это учу. Внимание, правильный ответ. В хозяйстве на эту дощечку наматывали одежду и служило это в качестве утюга. 5-5. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Подождите. Тишина. Счет 5-5. Мне кажется, что вы впервые дошли до пятого очка в игре. АПЛОДИСМЕНТЫ В ЧАПЛОДИСМЕНТЫ И ДУКСТРЫВ Осталось 3 вопроса. А с тобой надо будет. А что, получится? Я могу сказать, что нежелательно, чтобы выпал первый вопрос, а вот остальные, пятый и шестой, вполне такие рабочие. Давайте посмотрим, что из этого будет. Последний одиннадцатый раунд, внимание. Шансов больше того первого, да? Ну, придется играть первый вопрос. Пишина в зале, вопрос сложный и длинный. Жалко, конечно, Боя Мезу, но надо выкручиваться. Тишина в зале. Вова играет, папа, между прочим. Держи хотя бы молчание. Вы когда-нибудь были в оперном театре? Ну, представьте себе, как пышно одеты сегодня театральные залы. Здесь и бархатный занавес, и богатые портьеры вложат, и всяческие там лабрикенчики, и фистончики, занавесочки, и подборчики. А ведь так в театрах было не всегда. Внимание, вопрос. Шершеряфан, ищите женщину, и вам станет ясно, почему она и в этом случае стала причиной такого расточительства. Время. Расточительства, собственно, если украшения, украшения зала, о чем я вам говорил только что. Почему женщина стала причиной вот такого украшения в зала? Того украшения, которое мы вам все это рассказывали. Ну, у нас есть единственная версия, Светлана ее отключится. Подождите, у меня еще, альфа-мор, это что-то вы на ускоре. Давайте я вам еще раз прочитаю вопрос. Ищи, держи, ищи. Тихо. Вспомните, как пышно одеты сегодня театральные залы. Здесь и бархатный занавес, и богатые портьеры будут, и всякие там лабрикенчики и фистончики, навесочки и подборчики. А ведь так в театрах было не всегда. Ищите женщину, и вам станет ясно, почему она и в этом случае стала причиной такого расточительства в украшении зала. Теперь надо отвечать. Прошу. Какие у вас версии, скажите? Давайте я тогда отвечу. Прошу. Тишина в зале. Версия такова, что раньше в театрах и играли мужчины, и главное, что на представления приходили тоже, и разрешалось посещение театров только мужчинам. Нет. Нет? А потом... Давай, давай. В общем, женщинам было неинтересно приходить в театр, чтобы как-то их завлечь, стали рюшечками. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. А у вас это было? Нет. Ну, говорите. Ладно, версия по версии, ладно. Да, версия. Ну, мы действительно на эту версию говорим, что женщины, ну, особенно замужние, женщины скрывали свои лицо, всякие вуали, там и прочее, их нельзя было видеть, и поэтому, чтобы их не видели, они как-то скрывались за этими рюшечками, за навесочками и прочее. Я вам даю еще последнюю возможность немножко дополнить ваш ответственность. Женщины стали также наравне с мужчинами играть. А сейчас стали актерами этого представления, стали участниками представления. Внимание, правильный ответ. Тяжело выигрывать на пятом очке. А, проигрывать. Проигрывать легче. Речь шла о убранстве зрительного зала. Раньше на акустику влияли пышные юбки с кренолинами и огромным количеством складок. Мода изменилась, юбки стали узкими и пришлось вешать драпировку на зал. Я сожалею, это было близко, но... Счет, к сожалению, 5-6. Вы проиграли. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо за просмотр!